Всем привет! Вы на канале VSD. Совсем скоро наступает весна и нас ждет волна крутейших обновлений от BlackRush'а. Новый BlackPass, весенняя карта и, конечно же, глобальное обновление. Если ты совершенно бесплатно хочешь получить Gelex Kinblad A4, эксклюзивные аксессуары, вип-статус, то вводимый промокод хэштег VSD, играю я на iS-сервере, ссылка на BlackRush'у есть в описании. Начнем мы с нового BlackPass'а. Встретит он нас новыми тачками, скинами и аксессуарами. Как всегда, очень-очень крутыми. Ни для кого не секрет, что выходит данный BlackPass у нас в начале весны, в первых числах, 1-2 марта, скорее всего, и вместе с этим у нас появится весенняя карта. То есть, наконец-то уберут этот снег, который мне, если честно, уже очень сильно надоел. Первая тачка, которую нам уже показали, это Honda NSX. Выглядит она очень круто, как обычно, весь BlackPass это одни спорткары, хотя я жду каких-нибудь внедорожников. И она у нас будет на бесплатной ветке в самом конце, на 74-м уровне. Вторая тачка, которую нам тоже уже показали разработчики, это Ferrari Enzo, которая будет на 11-м уровне премиум ветки BlackPass. Но абсолютно все тачки из BlackPass ты прямо сейчас сможешь найти в моем Telegram-канале, ссылка на него есть в описании. По поводу скинов и аксессуаров из нового BlackPass, вы, может быть, их сейчас видите на своем экране, но большая часть будет в моем Telegram-канале. Они мне намного больше понравились в предыдущем BlackPass, там был такой новогодний вайп и вообще все сделано намного круче. Но в этот раз, я так понял, отсылка на GTA Vice City, скины и аксессуары. Но сделано все неплохо, все модельки круто реализованы, но именно идея мне больше понравилась прошлого BlackPass. По поводу BlackPass это пока что все, напишите в комментариях, будете ли вы его проходить или покупать платную ветку, ну а мы двигаемся дальше. Теперь поговорим о глобальном обновлении. Оно ждет нас не совсем скоро, то есть не с приходом весны у нас выйдет сразу же глобальное обновление, но тоже на подходе, скорее всего в конце или в середине весны мы его увидим. Но в принципе вы сами все узнаете, как только разработчики BlackRussia начнут выкладывать какие-то спойлеры, то в ближайший месяц, значит, обнова, скорее всего, выйдет. Целый год нам ждать теперь не придется, потому что до этого разрабатывалась iOS-версия проекта, новый движок, а теперь все практически готово и обновления будут выходить чаще. Но, по крайней мере, глобальное обновление придется ждать меньше, чем целый год. Что нас ждет в глобальном обновлении? Я решил начать с того, что нам уже показали разработчики давным-давно, но до сих пор это не добавили. Что-то из этого вы наверняка уже видели, а о чем-то так и забыли. Смартфоны на BlackRussia. Многие, наверное, не знают, но давным-давно на проект хотели добавить телефоны, которые бы заменили все команды и кнопку меню. В телефоне нам сразу представлено много разных приложений, которые помогли бы нам, и сейчас, в принципе, примерно то же самое есть, в команде меню. PlayMarket или AppTor, где можно было бы скачать какие-нибудь еще приложения. Приложение банка, где можно было бы оплачивать штрафы за машину или оплатить квартиру. Карты или GPS, чтобы доехать до нужной вам точки. Настройки, ну, например, поменять обои или, может быть, иконки приложений. Задание, скорее всего, сейчас это заменили бы на BlackPass. Магазин, ну, тут я не знаю, может быть, какие-то онлайн-вкубки можно было бы делать. Мини-игры, сейчас у нас это в компьютерном клубе, а тут, может быть, можно было бы прямо через телефон это все делать. Управлять машины, то есть, вы смогли бы управлять машинами прямо через телефон. Кейсы, это автокейсы, золотые, серебряные и бронзовые кейсы. Ну, и самое интересное для меня, самое удобное, это сообщения. То есть, вам пишут сообщения или вы можете отправить кому-то сообщение не через команду, а просто зайдя через телефон. Телефонная книга и просто звонки, то есть, вы сможете записать любого человека и не терять его в следующий раз. То есть, не нужно будет писать слэшбук или звонить ему и набирать номер. Все это у вас было бы записано в телефоне. Этого очень сильно не хватает и хотя бы эти три нижних приложения я бы хотел видеть на проекте. Напишите в комментариях, хотели бы вы видеть смартфоны на BlackRush, но я думаю, никто бы не отказался, а пользоваться им или нет, это уже вам решать. Но, скорее всего, если бы их добавили, то вы бы в любом случае начали бы ими пользоваться. Второе, что так и не добавили, это автобусы. Если вы были в автобусе как пассажир или как водитель автобуса, то вы наверняка понимаете, насколько сейчас стали ужасные маршруты, как для пассажиров, так и для водителей. Но если для водителей еще вообще без разницы, вы просто едете и едете, то вот для пассажиров они стали просто ужасными. Если раньше по несколько человек хотя бы ездили на автобусах, то сейчас автобусы практически всегда ездят полностью пустыми, ну, либо в них садятся только для того, чтобы доехать и выполнить какое-то задание из Блэдпасса. Как раз в то время, когда нам показали новый автобус, у нас и вышло это крутейшее обновление. У нас переделали все маршруты, чтобы они стали максимально неудобными для пассажиров. Ну и самое главное, это сверху вместо опознавательных точек, куда он едет, например, больница, шахта, завод, там, не знаю, просто какие-то точки для новичков, которые бы ему помогли. Там теперь просто города Арзамас-Батрево, Батрево-Арзамас. Очень важно для новичка понимать, в какой город он уедет. Я думаю, намного удобнее было, если бы оставили те самые точки. Ну и когда вышло это обновление, у нас все максимально переделали, сделали неудобным, ну и так не добавили новые автобусы. Надеюсь, что разработчики проекта когда-нибудь к этому вернутся, переделают все маршруты и сделают новые автобусы. Или просто добавят те, которые уже создали когда-то давным-давно. Новый город. Нам давно уже обещали переделывать Эдово и Нижегородск, потому что переделали абсолютно все города, которые есть. Но вот к ним так и не подошли. В последнем обновлении сказали, что Эдово очень далеко от жизни игры, и поэтому смысла его обновлять нет. Но я думаю, если бы его все-таки обновили, то жизнь бы там появилась. В Латкарина тоже никого не было, кроме ОПГ и автоугонщиков. Но после того, как его обновили, добавили больницы, квартиры, развлечения, автошколу, разные работы. Конечно же, жизнь тут появилась. Поэтому, если Эдово увеличить, добавить туда какие-нибудь работы, развлечения, то туда люди сами потянутся. И надеюсь, что именно в этом глобальном обновлении у нас наконец-то переделывают Эдово и Нижегородск. Может быть, даже не так круто, как Латкарина, но хотя бы, чтобы просто это выглядело красиво. Новый общественный транспорт. Об этом мы сегодня подробно говорить не будем. Я просто вам скажу, что Кирилл Гордеев обещал несколько лет назад добавить не в ближайшем обновлении, но уже прошло очень много обновлений, а этого так и не добавили. Трамваи, поезда или метро. С одной стороны, классно, что будет какой-то новый общественный транспорт, но с другой стороны, в первое время на нем покатаются, а потом все просто забудут. И будет он использоваться очень-очень редко. Поэтому, я думаю, разрабы это понимают и только из-за этого в первую очередь его не добавляют. Ну а на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какое обновление вы ждете больше всего. Всем удачи и всем пока!